всем привет друзья с вами дерзкий доставщик и сегодня я хочу поговорить на тему что же купить для города мотоцикл или скутер сразу скажу что много людей вот губы психологически не хотят обладать скутерами то есть более престижно сказать что ты мотоциклист что ты обладаешь мотоциклом чем ты обладаешь скутером но вот эти различные стереотипы как бы я не буду брать во внимание расскажу просто про удобство про функционал каждого типа транспорта вот так как она есть начну конечно же с моих любимых мотоциклов потому что сейчас я передвигаюсь на мотоцикле но в принципе в дальнейшем я хотел бы иметь как мотоцикл класса мотард или софт эндурик и еще я хотел бы иметь скутер на больших колесах значит какими же плюсами обладает мотоцикл в городе я не буду сейчас останавливаться на каждом классе просто скажу в общем в принципе больше это будет адресовано для дорожников и мотардов софт эндуриков нежели для других классов то есть любой мотоцикл обладает большими колесами то есть это дорожные мотоциклы это 17 17 эндурики это часто 21 18 там либо 19 16 но педбайки поменьше и безусловно если мы сравним там 10 12 колеса у скутера и 17 дорожного мотоцикла то получается что мотоцикл обладает куда большей проходимостью то есть даже дорожный мотоцикл на 17 колесах будет намного комфортнее при езде по ямам по каким-то грунтовым тропинкам при заезде на бордюр нежели скутер также плюсом мотоцикла является его внешний вид как бы даже малоаккубатурники выглядят более внушительно чем у скутера на мотоцикле удобнее ездить вдвоем но опять же таки есть разные модели скутеров то есть можно подобрать скутер без проблем для езды вдвоем поэтому это такой спорный как бы нюанс ну понятно что на hondi deal вдвоем ехать не очень хорошо мотоцикл обладает в принципе в среднем большими ходами подвесок и толщиной перьев чем у скутеров то есть тут мы получаем больше комфорта больше прочности и большая выносливости чем у скутеров и еще можно сказать про уже про обслуживание и ремонт у мотоцикла если это дорожный мотоцикл где там ничего не закрыто пластиком там можно что-то обслужить какие-то узлы и детали не вскрывая корпуса кожухи разные а теперь мы поговорим о минусах мотоциклов какие же минусы могут быть у мотоциклов казалось бы первые конечно самый существенный это переключение передач и если вы допустим покупаете себе какой-то первый транспорт для поездок на работу и вы не умеете ездить на мотоцикле на скутере научиться намного легче чем на мотоцикле то есть скутера вариаторная коробка передач автоматическая то есть фактически вам нужно только откручивать ручку газа и уметь тормозить то есть не нужно выжимать сцепление постоянно и переключать передач то есть гораздо удобнее трогаться в пробках не нужно ловить нейтралку либо стоять с выжатым сцеплением на светофорах то есть в этом огромный плюс с этим никто не поспорит как бы вы скажете есть мотоциклы на автоматах с роботизированными коробками передач например honda africa twin но мотоциклы с автоматической коробкой передач стоят нереально больших денег и поэтому я их даже не рассматриваю для себя как для покупки то есть это продукты для богатых людей соответственно мы переходим плавно к плюсам скутера и вот как раз автоматическая коробка передач есть одним из главных плюсов скутера потому что действительно это комфортно также у скутера классная посадка в том плане что намного легче быстро сесть на скутер и поехать нежели на мотоцикл ну кто-то скажет там что ему очень легко забираться на свой мотоцикл там он к этому привык но все-таки как бы там ни было скутер садится лучше также у скутера есть всевозможные бардачки карманчики это тоже такой для кого-то довольно таки существенный плюс а для кого-то может быть совсем неважно в некоторых скутерах можно возить в багажнике под сиденьем шлем также широкая передняя часть скутера может спрятать как бы ваши ноги закрыть их вот грязи всяких лишь то есть при езде в дождь это большой плюс если вы там не в резиновых собаках или если у вас нету мото экипа который не промокает и потом легко отмывается то есть лужи и дождь на скутере гораздо удобнее и также это это свойство помогает в некоторых дтп когда все-таки ваши ноги прикрыты и последствия могут быть меньше но это сугубо как повезет но скутеров очень много минусов которые нужно учитывать перед тем как вы их купите главный минус я думаю это маленькие колеса то есть ну на некоторых скутерах 10 колеса на них совсем не комфортно ездить иногда даже и невозможно по некоторым особо плохим дорогам если мы говорим о 14 колесах если 16 колеса то уже комфортнее поэтому если вы покупаете для поездок на работу вы знаете что у вас маршрут только по хорошему асфальту то можно смело покупать скутер но если вы покупаете для поездок по просвелочным дорогам по различным грунтовочкам ездить на дачу где плохая дорога по лесу то тут уже лучше купить и как минимум дорожный мотоцикл или даже эндурик или мотард то есть скутер на 10 или 13 колесах по плохой дороге по лесу да и даже по городу реально ездить некомфортно если вы попадаете в ямки то есть чем чем меньше колесо тем острее ощущается неровности ямы стыки люки торчащие из дороги и другие всякие неприятные моменты на дороге ну и соответственно чем больше колесо тем легче запрыгнуть на бордюру пролететь какую-то яму поэтому на эндуриках выставят вообще 21 колесо спецованное эта проблема в принципе решается установкой более высокопрофильной резины на колеса скутера и тогда он едет немножко плавнее немножко сглаживает неровности потом переходим к такому минусу скутеров как вероятность поломать пластики другие элементы которые у скутера в принципе расположены более уязвимо чем у мотоцикла я имею ввиду мотоцикл дорожник а не спорт потому что спортбайки к сожалению тоже очень подвержены повреждениям при малейших падениях даже если ветром просто перевернула спортбайк он может подешеветь буквально там на 500 долларов и больше просто грубо говоря ломается пластика пластик очень дорогой так вот вот проблемы скутеров это как раз их хлипкая конструкция в плане поломок пластика и низко расположенный глушитель крышка вариатора вот это все как бы можно повредить также есть такая проблема как маленькие ходы подвесок но опять же таки есть скутера у которых более мягкие подвески длинноходные есть скутера у которых короткоходные и очень жесткие подвески то есть принципе сугубо индивидуально можно подобрать скутер который будет более менее комфортным конечно же хотелось бы чтобы каждый из нас мог позволить себе как скутер так и мотоцикл то есть чтобы был один или несколько транспортов если вы идете сегодня или завтра покупать себе двухколесного друга то нужно тщательно взвешивать все плюсы и минусы как бы понимать для каких целей вы покупаете что вы хотите от этого транспорта хотите ли вы универсальное средство передвижения или максимально как бы комфортные простой в управлении транспорт может вы хотите какой-нибудь ракеты для получения удовольствия и получения адреналина или же наоборот вы хотите инструмент для покорения бездорожья то есть вы должны четко знать что вы хотите от этого транспорта и тогда уже принимать решение знаем все плюсы и минусы с вами был дерзкий доставщик поддержите канал подпиской поддержите канал лайками всем спасибо за просмотр